Школьная жизнь Скажи, у тебя были серьезные конфликты с одноклассниками? Был один раз, это было в третьем классе, я подралась с девочкой. Из-за какой причины произошла ваша ссора? Не поделили подругу лучше. Ну, чтобы уж серьезных не было, бывали, ссорились, но потом мирились, а таких прям больших конфликтов не было. Скажи, когда у тебя были конфликты, они как-нибудь повлияли на твою успеваемость? Ну, это было вот именно на том протяжении, когда были эти конфликты, потому что я все время думала о том, как помириться с друзьями, кто виноват в этой ссоре. И, ну, у меня не было в голове учебы, а была только вот эта ссора. Как долго длилась ваша ссора? Ну, самое длинное, это было в прошлом году, это мы, наверное, где-то месяц не разговаривали. Как ты думаешь, это длительный срок? Ну, смотря для чего. Для меня, для ссоры, это да, потому что я была без друзей, и мне было немножко как-то не по себе. Скажи, были ли у тебя серьезные конфликты с одноклассниками? Да. А из-за чего? Ну, в основном из... они плохо относятся. Мы не можем найти с друг другом контакт. Ну, не умеем мы общаться с друг другом просто. Как долго длилась ваша ссора? Ну, недели, не больше. Как ты думаешь, это длительный ссорок или короткий? Длительный. Скажи, у тебя были серьезные конфликты с одноклассниками? Ну, да, были в третьем классе. А из-за чего вы поссорились и с кем? Мы поссорились с моей подружкой, она сломала машинку. Я подралась с ней. А если она сломала машинку, ты посчитала нужным ее ударить? Нет, ну, я не хотела ударить, я не случайно... ну, так получилось. Ты жалеешь, что ты ее ударила? Да, жалею. А вы помирились? Да, помирились. Скажи, у тебя были серьезные конфликты с одноклассниками? Ну, у нас есть в классе мальчик один, он как бы всех обзывает и это всех напрягает. Да, были. А из-за чего вы поссорились? Там, из-за улицы, скорее всего. А что такого случилось на улице? Ну, меня столкнули с гаража, когда упал. Зимой было. Как ты отреагировал, когда тебя столкнули? Ну, снег упал, холодно было. Я закричал на них, они посмеялись и наверху стояли, мне обидно стало. Ну, потом поругались, я собрался и ушел от них. Как долго длилась ваша ссора? Четыре дня. Как ты думаешь, это долгий срок или короткий? Короткий. А твоя ссора как-нибудь повлияла на успеваемость? Нет, она не повлияла на успеваемость. У тебя были серьезные конфликты с одноклассниками? Да, были, но мы их смогли решить. Скажи про один из твоих конфликтов. Ну, это было в интернете, мы все поссорились там, разрукались. Все начали друг друга оскорблять, но в конце концов мы все стружились и теперь мы живем все дружно. А кто участники этого конфликта? Ну, я, наверное, не буду этого говорить. У учеников начальной школы все гораздо проще, чем у старшеклассников. Ведь такие проблемы, как отношения между девочками и мальчиками, обостряются в возрасте от 12 до 17 лет. Иногда ученики основной и старшей параллели забывают про школу, уроки, учебу. И этому способствует проявление симпатии между девочками и мальчиками. Довольно интересный ответ мы получили от учеников седьмых и шестых классов. Как ты думаешь, в каком возрасте можно проявлять симпатию к противоположному полу? Я думаю, что можно проявлять с 12 лет. Если сильно не зациклен на этом человеке, чтобы не пропускать уроки, оценки, чтобы не снизились. Если это появляет как-то на учебу, то, конечно же, я буду против того, чтобы дальше как-то двигаться, подниматься по своей лестнице. Со скольки лет можно уделять симпатию противоположному полу? Ну, если симпатию, то к 13 лет. А если уже встречаться и более серьезные отношения, то к 18. Многие взрослые считают, что влюбленность отрицательно влияет на успеваемость. Как ты считаешь? Ну, во-первых, да, потому что ты будешь гулять, и ты будешь не делать уроки, и будешь думать только об этом. А во-вторых, тебе как-то от этого может быть легче, и ты не спутаешься каких-то негативных эмоций. У тебя есть человек, который может тебя поддержать. Поэтому и так, и так. У тебя были случаи, когда именно ты уделяла внимание противоположному полу? Да, конечно, это нормально. Это было у каждого, наверное, ребенка. А вот этот случай как-нибудь повлиял на твою успеваемость? Вообще никак не повлиял. Многие взрослые считают, что влюбленность отрицательно влияет на успеваемость. Как считаешь ты? Да, скорее всего, сбегают с уроков к своей девушке или девушка сбегает к своим парням погулять, в кафе сходить. Я считаю, что это правда. Так же, как я и повторяла, если человек сильно зациклен на другом, то это, конечно, очень плохо. Он отвлекается от учебы, ему некогда время. Конечно, я согласна со взрослыми. Также проблемой для многих является унижение одноклассников по поводу внешности. Скажи, как бы ты отреагировала, если тебя обидели из-за внешности? Если этот человек близок мне, я его знаю очень хорошо, то, конечно, я прислушаюсь к его мнению. Если этот человек мне незнаком, знаю его пару раз, то, конечно, я не буду реагировать и никак это не повлияет на мою самооценку. Я бы испытывала полное отращение этому человеку, потому что он судит человека по внешности, а не по его внутреннему миру. Я бы просто не обратила внимания. Я бы не обратила внимания на этого человека. Я бы просто с этим человеком не связывалась, не разговаривала. Пожаловалась бы родителям. Наверное, я бы просто психанула, либо просто не обращала внимания, так как я знаю, что, ну, в принципе, ничего такого плохого в моей внешности нет. Но если бы действительно сказали бы правду, то я бы ее приняла и попыталась как-то исправить. Итак, простое оскорбление может привести к слезам, обидам. И после такого у многих учеников учеба уходит на второй план. Бывают несчастные случаи, когда из-за постоянных унижений ребята заканчивают жизнь самоубийством. Ведь оскорбление человека по поводу внешности самое глупое, потому что человек не выбирает, каким ему родиться. Также есть очень простая проблема, как домашнее задание. Времени, как правило, на него не всегда и не у каждого хватает. Но все-таки это обязанности каждого ученика. Мы узнали, сколько ученики тратят времени на домашнюю работу. Если домашнее задание длительное, то я буду тратить на него 2-3 часа. Это минимум. Ну, полчаса. Ну, примерно 30 минут. Ну, полчаса, час. 30 минут. Где-то час или два. 30 минут. 30 минут. 30 или 40 минут. А 4 часов? Домашнюю работу у меня уходит час где-то просто. У меня есть некая зависимость. Я все время сижу в телефоне. И вот бывают такие дни, когда я просто откладываю, могу сделать домашнюю работу минут за 20. А бывают, когда я, ну, еще параллельно с этим сижу в телефоне и делаю ее час-два. И ничего не успеваю только из-за этого. Пытаюсь как-то побороть себя и не сидеть в телефоне. А на какой предмет у тебя уходит больше всего времени? Математика, алгебра и геометрия. На окружающий мир. К английскому. К литературе. На окружающий мир. На русский язык. На геометрию, алгебру и русский язык. На окружающий мир. Ну, во-первых, на устные предметы, потому что я читаю, ну, если читаю, конечно, то внимательно. И я пытаюсь как бы каждое слово, каждый термин запомнить. А если на письменные предметы, то у меня уходит больше времени на английский. Как бы это, ну, чужой язык, и русский ты уже знаешь, а английский там и перевод, и все. Ну, как бы я стараюсь по-английскому как-то подтянуться, и чтобы у меня, ну, понимать это. Но все равно все-таки на английском у меня уходит больше всего времени. Английскому. Я хочу, я углубляю свои знания в этом предмете. По-разному. Иногда на математику, иногда на русский язык. Домашняя работа – это прямая обязанность ученика. Она занимает много времени. Часто ребенок испытывает чувство вины, когда не успевает его сделать. В своем сюжете мы попытались узнать и рассказать вам о проблеме наших учеников. Действительно, школьная жизнь – непростая штука, когда не складываются отношения с одноклассниками, не дается учеба, не посильные домашние задания. Но все-таки это исключение из правил. Большинство ребят ходят в школу и с удовольствием. Быстро выполняют домашнюю работу. И учеба им дается легко. Редактор субтитров А.Семкин